Так, ну, дорогие черноземельцы, мы приехали к вам сегодня в рамках, значит, ежемесячных встреч депутатов фракции КПРФ в Народном Курале в парламенте Республики Калмутия. Вы знаете, что эти встречи у нас традиционные, и они проходят согласно утвержденного графика. Для чего? Я поясню, потому что вот на сегодняшний день почему-то очень много вопросов возникает у районных администраций, которые получают уведомление о том, что мы приедем в тот или иной район. Значит, есть уже случаи отказов нам предоставления помещения для проведения этих встреч. Хотя подобного рода встречи, они прописаны, значит, в законе о Народном Курале в парламенте Республики Калмутия. И согласно этому закону мы имеем право в любое время, значит, встретиться со своими избирателями. Собственно, нас для того и избирали, чтобы мы постоянно встречались, знали чаяния народа, знали те проблемы, которые у нас, значит, в Республике были на острие этих проблем. И будировали, поднимали вопросы, касающиеся интересов граждан. Ну, хочу сказать, что если говорить о проблемах, в общем, в Республике Калмыкия, честно говоря, когда мы приезжаем на встречи, практически, можно сказать, что они сводятся к трем проблемам. Первая проблема – это вода, вторая проблема – это дороги, ну и третья – ухудшение общего социально-экономического положения вообще населения Республики Калмыкия. Это низкий уровень заработной платы, это практически нарастающая безработица в районах Республики, ну и в целом и в городе Елисте. Значит, это рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и многие другие проблемы, касающиеся социальной категории граждан. Прежде всего, пенсионеров, инвалидов, детей-сиротов, если это говорить в общем. Что касается, если, значит, нам сакцентироваться на отдельных проблемах, мы знаем о том, что в 2018 года, в принципе, по стране у нас реализуются так называемые национальные проекты. Да, они были приняты, значит, президентом страны 7 мая 2018 года, о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. В Республике у нас реализуется 12 национальных проектов. И они, конечно же, отражают самые злободневные вопросы. Это прежде всего здравоохранение, это образование, демография, значит, жилье, городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, значит, наука, цифровая экономика, культура, проблемы малого и среднего предпринимательства, международная кооперация и экспорт. Итак, национальные проекты есть, да, и они, я напомню, реализуются с 2018 года. А что мы имеем на сегодняшний день? Вот в советское время мы знаем, что было государственное планирование, да, были какие-то отдельные программы. Мы прекрасно помним с вами, значит, продовольственную программу, да, программу национальной безопасности и так далее. Вот. В настоящее время есть так называемые национальные проекты. Но насколько они выполняются в нашей республике? Стало ли наше здравоохранение доступным, качественным? А, значит, тем более вот в нынешних условиях пандемии, когда мы везде вот в соцсетях читаем и с вами являемся свидетелями того, что даже в условиях вот коронавирусной инфекции у нас ситуация практически катастрофическая. Обеспеченность кадрами, медицинскими кадрами, она просто кричащая. Если вот говорить языком цифр, то я вам приведу просто вот на вскидку такие цифры. Вот в 2019 году численность врачей и средних медицинских работников в медучреждениях составила 3 652 человека. От планового показателя 3 941. Выполняем показатели? Не выполняем. Не достигнуты планового значения показателя обеспеченности врачами-среднемедицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях, предусмотренных в определенных количествах. Вот на сегодняшний день на 10 тысяч населения, значит, исполнение вот этих цифр врачей, получается, при плане 45,9, 41,1 исполнения плана, средних медицинских работников при плане 98,7, 92,4 человека на 10 тысяч населения. По прокадрам, укомплектованность подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2019 году она составила врачебными должностями 63,2%, при плане 86,8, да, почти в 23 раза меньше показателей. А среднемедицинский персонал 73%, при плане 77,6%. Ну, это о чем говорит? Это вот сухие цифры, но за этими цифрами мы знаем, стоит качество оказания медицинских услуг, и в первую очередь первичной медицинской помощи. Мы знаем с вами о том, что вот вроде бы показатели не такие низкие, 63,2%, да, и 73%, но мы же знаем о том, что вот эти показатели достигаются за счет того, что у нас врачи что делают? Работают на двух, а порой на трех ставках. Работают в разных медицинских учреждениях, да, вынуждены практически круглосуточно с одного приема уходить на другой прием, значит, с Элисты в Троицкое и обратно. Страдает качество? Конечно же страдает. У нас все большая часть населения уезжает в соседние регионы для получения качественной медицинской помощи, высокотехнологичной медицинской помощи. Если говорить о населенных пунктах, сельских населенных пунктах, да, у нас 142 населенных пункта с численностью населения от 100 человек до 2000 человек. Это 55,3% от их общего количества, только вот более 55%, на которые распространяется федеральная поддержка. И вот из них в 30 поселениях отсутствуют медицинские учреждения. Страшные цифры, да, когда людям просто элементарно не оказывается скорая медицинская помощь. Элементарно первичная медицинская помощь. Нет медицинских постов еще в 90 поселениях, численность которых не превышает 100 человек. А буквально несколько лет назад нам действующий депутат Государственной Думы Марина Мукабенова говорила, что мы находимся в десятке регионов по качеству оказания медицинской помощи. А цифры, так говорят, совершенно иные. Цифры, вещь упрямая. Это цифры с официального сайта правительства Республики Калмыкия. Это не мы придумали. Понимаете? То же самое у нас, значит, если по всем другим пойти, я не буду вас сейчас загружать, потому что это очень... Единственное, хочу сказать, когда мы говорим о... Даже вот по демографической ситуации. Просто страшные катастрофические цифры. За январь-март 2021 года рождаемость в Республике составила 650 человек. На 3,3% меньше, чем в соответствующем периоде 2020 года. Смертность 870 человек. Что на 31,6% больше, чем в соответствующем периоде 2020 года. На 31,6%. Естественно, убыль составила 220 человек, а общий коэффициент рождаемости за рассматриваемый период составил 9,8% родившихся на тысячу человек населения. Общий коэффициент смертности 13,1% на тысячу человек. То есть у нас идет просто катастрофическими темпами естественная убыль населения. Этого даже в войну не было. У нас очень много объектов строительных, которые были заявлены очень громко, да? И которые сегодня мы уже можем назвать долгостроены. Приведу пример. Вот по городу Элиста. Стадион Восточный, 8-й микроин. Буквально, по-моему, весной прошлого года его помпезно открыли. А потом закрыли. Понимаете? А почему? Потому что объект не соответствует требованиям, техническим требованиям. при том, что срок выполнения работ был определенным заказчиком 30 декабря 2019 года. Декабрь 2019 года. На сегодня работы до сих пор не завершены. Второй многострадальный объект – это, значит, объект спорта – каток с искусственным льдом. Тот самый льдом и дворец получается. Срок ввода – 17 декабря 2019 года. У нас уже, извините, июль 2021 года. На сегодня подрядчик ушел, инженерные коммуникации не доведены, охладоустановка оказалась неправильно установленной. При этом сюда вложены колоссальные средства. Вот на реализацию оригинального проекта «Спорт. Норма жизни», а это два основных объекта там были, да, было направлено 188,90 миллионов рублей. В декабре 2020 года должна была быть сдана городская поликлиника. Тоже, да, тоже объект не сдан. То есть, куда ни посмотри, а ведь для нашей республики, вы понимаете, даже вот эти объекты, если они были бы вовремя, значит, введены, это было бы очень большое дело. Это было бы движение вперед. Я уже не буду говорить по многострадальному проекту «Чистая вода». Просто страшно. Значит, что было предусмотрено по оригинальному проекту «Чистая вода»? Выполнение работ по реконструкции и строительству 38 объектов, ресурсное обеспечение которых на 98% состояло из федерального бюджета и состоит из федерального бюджета. Но вместе с тем, как ни странно, вот по этому проекту не предусмотрен целевой показатель по строительству и реконструкции крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами. И с чем мы столкнулись при реализации этого проекта, республика? Мы знаем, что базовые значения показателей федерального проекта, они не обоснованы. Мы знаем, что, я думаю, вы уже наслышаны из средств массовой информации, из соцсетей, что были утверждены значения целевого показателя, что доля населения Российской Федерации, обеспеченную качественной питьевой водой, из системы централизованного водоснабжения, значит, 72,6%, с доведением до 83,3% в 2024 году. А при этом, в результате оценки состояния централизованного системы водоснабжения нашей республики установлено, что водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства, из системы централизованного водоснабжения обеспечено лишь 7,4% населения республики. Получается, отличие от базовых и фактических значений показателей отмечается с разницей на 65,2%. То есть изначально программа была запущена с неверными показателями. Да, заявили 72,6%, а в реальности 7,4% у нас обеспечено качественной питьевой водой. Кроме того, на 1 января 2019 года в республике из 187 только населенных пунктов, значит, из 262, в 187, это более 50% отсутствуют водопроводы. 69,7 тысяч человек у нас обеспечены нецентрализованным водоснабжением, а 39,9 тысяч человек из них пользуются привозной водой. Вот не так давно на встрече с депутатом Государственной Думы, когда мы выезжали, проводили встречи с представителями малого и среднего бизнеса, просто встречи с избирателями, с населением, значит, были представители из поселка Аршан, которые говорили о том, что вот многодетная мать, нет воды вообще никакой. Они даже не могут заказать воду в городе, потому что в условиях жары, значит, и та вода, которая у нас разводится, просто они не могли дозвониться, всего 2 километра от города Элисты, и им приходится заказывать водовозы стоимостью 1 водовоз 1300 рублей, по-моему, как минимум. А в месяц, в месяц ей 3-4 водовоза надо. Так мало того, из 5 водовозов только 2 рабочих. Я уже не говорю о том, что вот эта проблема воды, она приобрела, значит, огромные, катастрофические масштабы, вы знаете, в Лаганском районе. Там фактически нет никакой воды. Мы говорим о качественной питьевой воде, а там даже речи даже о питьевой воде не идут, не говоря уже о качестве. Ну, я думаю, сейчас коллеги меня дополнят, потому что мы работаем над этой проблемой, были обращения граждан, и все, что от нас зависит, мы постараемся сделать. Вместе со мной на встречу к вам приехали депутат Народного хурала Цынбунов Сергей Александрович, мой коллега, член фракции КПРФ, и, значит, Убушиев Санал Валерьевич. Вот на сегодняшний день я могу сказать, что это два человека, которые вошли у нас в, встали кандидатами депутаты Государственной Думы, были выдвинуты съездом партии, 18-м съездом партии, и зарегистрированы, буквально вчера они были зарегистрированы по территориальной группе номер 7, в которую входят, значит, Республика Калмутия, Астраханская и Волгоградская области. Я почему делаю это представление? Я думаю, что все взаимосвязано. Власть, которую мы избираем, депутаты высшего законодательного органа власти, которых мы избираем, значит, вот все те проблемы, которые на сегодня существуют в Республике, должны, конечно же, в первую очередь решать те люди, которые избираются народом. А если говорить о той программе, которую мы выдвигаем на эти выборы, то буквально на днях мы, значит, распространили газету 150-тысячным тиражом, газета «Коммунист Калмыкии». Я думаю, до нас она тоже дошла. «Коммунист Калмыкии», в которой как раз даны данные всех наших кандидатов депутата Государственной Думы. Значит, хочу вас проинформировать, что список территориальной группы возглавляет Арефьев Николай Васильевич, действующий депутат Государственной Думы, вот, и в территориальную группу также вошли, значит, первый секретарь Калмыцкого республиканского отделения ППРФ, Муров Николай Ирнеевич, ну и вот два товарища, которых я вам сейчас представила. Кроме того, Санава Валерьевич у нас выдвинут еще по одномандатному округу, калмыцкому одномандатному округу. Но на сегодняшний день еще регистрации, документы находятся в избирательной комиссии Республики Калмыкия, проходят проверку. Ну, я надеюсь, что Санава Валерьевич будет успешно зарегистрироваться. Мы на это очень надеемся. Представлять, я думаю, нет надобности, потому что будет возможность им высказаться, да? Сейчас я предоставлю каждому из них слово. Значит, буквально вкратце я обозначила проблемы Республики Калмыкия, а вкратце хотела бы отчитаться по деятельности все-таки фракции КПРФ в Народном фурале Парламенте Республики Калмыкия. Значит, мы в этом составе с 2018 года работаем. И я хочу сказать, что вот за этот небольшой период у нас есть реальные результаты. Хотя фракция в меньшинстве, у нас всего 4 человека. Но тем не менее, мы в план законопроектных работ внесли законы, касающиеся изменения законов о выборах, законах о выборах главы, закон о выборах главы, закон о внесении изменений, закон о выборах в органы местного самоуправления. Почему? Потому что прежде всего это те законы, которые направлены на демократизацию избирательного процесса. Значит, вот что касается по изменениям, касающихся избрания глав районов, то, в принципе, федеральный закон, он предусматривает прямые выборы главы. Но, к сожалению, в республике Калунки, значит, этого, ну, практически они были не прописаны в законе, поэтому мы внесли эти изменения, и они приняты действующим хуралом. Такая возможность сейчас предусмотрена. По изменениям в закон о выборах главы. Вы знаете, что на выборах главы существует так называемый муниципальный фильтр, который по федеральному закону может быть утвержден субъектом Российской Федерации, а у нас 85 субъектов Российской Федерации, значит, в рамках, в границах от 5 до 10%. В нашей республике Калунки муниципальный фильтр практически доходит до максимального значения, 9%. И вы знаете, что в 2019 году, значит, когда от нашей партии был выдвинут кандидат от народно-патриотических сил, единый кандидат Монжир Монсер Викторович, по причине недостачи всего одного голоса, да, а это должно было быть 103 подписи, значит, депутатов районного и сельского муниципальных уровней, значит, недостаточно одного голоса привело к тому, что он не был зарегистрирован, и выборы оказались практически без выбора. Понимаете, да? Вот. И в таких условиях, при том, что та же председатель, значит, Центральной избирательной комиссии Элла Пампилова, еще в 2017 году заявила о том, что муниципальный фильтр должен быть снижен до минимального его значения, до 5 процентов. Для чего? Для того, чтобы была возможность альтернативным кандидатам участвовать в выборах, и выборы были бы более демократичными. Поэтому мы настаивали на том, чтобы и внесли, значит, изменения в законопроект, который рассматривался в начале, в конце прошлого года, о снижении фильтра до 5 процентов. К сожалению, этот закон не был подписан главой республики Калмукия. Мы считаем, что по надуманному поводу, ну, фактически, по техническим причинам, ввести с тем, что был нарушен порядок, значит, его, значит, подписание, да, в каком плане, что хурал вовремя, так сказать, не довел до главы, значит, этот законопроект для его подписания. Закон, точнее, закон, который уже был принят на сессии народного хурала большинством голосов. Ну, на наш взгляд, это такая вот уловочка, при том, что в мотивации отказа подписания вот этого закона от администрации главы поступила, значит, такая причина, что действующий закон не противоречит федеральному закону. Так и те изменения, которые мы вносим, они тоже не противоречили федеральному закону. Но этот вопрос с повестки дня мы не снимаем, мы повторно будем вносить этот законопроект, и я надеюсь, что мы добьемся все-таки его принятия. Значит, одной из побед, на наш взгляд, значит, фракции КПРФ в Народном Хурале стало принятие закона о детях войны. Хочу довести до вашего сведения, что в Российской Федерации всего лишь 30 регионах, 30 субъектов Российской Федерации принят этот закон. Мы его, значит, вносили неоднократно. С какой целью? То есть, во-первых, с тем, чтобы отдать должное поколению отцов, матерей, которые прошли все тяготы войны, находясь в детском возрасте, на плечи которых легло и восстановление нашей республики, и строительство всех практически значимых объектов, вы знаете, да, после ссылки в Сибирь, вернувшись, они восстанавливали. Они внесли свой детский вклад практически подростками, юношами и девушками, когда строили стратегическую дорогу Астрахань-Кизляр, без которой, значит, перелом, коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был бы невозможен, вы знаете, да, значит, и не было бы победы в Сталинградской битве. Вот чтобы оценить хотя бы в малой доле вот тот вклад, ту заслугу, которую внесли вот это поколение вот в наше сегодняшнее будущее, значит, этот законопроект был внесен нами в народных ураг, значит, и был принят, нас поддержали, ну, я так думаю, это еще был канун, значит, 75-летия Великой Победы, вот, и закон все-таки был принят. Понятно, что там оговорены какие-то социальные льготы, социальные привилегии, значит, касающиеся медицинского обслуживания, каких-то социальных льгот, но что касается вот денежного, денежной помощи, вот в первоначальном законе денежная помощь была оговорена всего лишь в виде единовременной выплаты к одни Победы в размере 2 тысяч рублей. Но даже этот вот маленький размер мы посчитали своей маленькой Победы. Дело даже не в самом размере вот этого вознаграждения, а в признании заслуг, признании статуса детей военных. А в начале этого года, где-то в марте этого года, нас поддержало и правительство Республики Калмыки, пошло нам на встречу, когда мы неоднократно на сессиях говорили, что нужно увеличивать размер этой материальной помощи. И вняли нашим, так сказать, просьбам. И вот буквально с января 2021 года представителям поколения детей войны утверждена ежемесячная дополнительная выплата в размере 500 рублей, что в итоге, значит, в течение года 6 тысяч рублей получат наши, так сказать, представители старшего поколения. Это что касается вот тех законопроектов, которые, над которыми мы сейчас работаем. Но в предыдущих созывах я просто хочу напомнить, что почему, потому что это очень важные были законы, принятые по инициативе фракции КПРФ. Это прежде всего закон о плодородии земель, закон о сохранении наших пастбищных угодий, землесельскохозяйственных угодий. Почему этот закон сегодня приобретает такое важное значение? В особенности для вашего района. Потому что вам не понаслышке известные проблемы, которые на сегодня приняли катастрофический характер, касающийся опустынивания и деградации земель. Нужен был закон? Конечно, нужен. Но, к сожалению, мы знаем о том, что он не работает. Что сегодня, по сути, наша земля отдана в руки практически на варварское уничтожение этих земель. Делягам, частным, так сказать, конторам, предпринимателям, тем, кто, гонясь за ежеминутной прибылью, просто-напросто грабит наши земли. Собственно, наши будущие, будущие республики. Почему? Потому что для сельскохозяйственной республики состояние земель, особенно ее плодородие, это вопрос непростой. Это вообще вопрос, касающийся даже продовольственной безопасности. Потому что мы знаем, что самое главное наше богатство это скот для аграрной республики, животноводческой республики. А скот это прежде всего хорошие земли, хорошие пастбища, хорошие корма и так далее. Не мне вам это объяснить. Еще один закон, который был принят по инициативе фракции ППРФ, это закон о дне памяти 110-й Калмыцкой Кавалерийской республики. А значит 13 ноября мы считаем это тоже победой. Почему? Потому что вот в то время, когда историю перевирают, когда умаляют значение подвига советского народа, советского солдата, мы не должны, мы должны сделать все для того, чтобы подрастающее поколение, которые думают, что Калмыкия вообще не участвовала в этой войне, чтобы они знали о подвигах наших отцов и дедов. Вот выезжая в районы, если мы встречаемся с молодым поколением, особенно в городе, с учащимися школ, со студентами, с УЗов, ВУЗов, задавая им вопросы, иногда поражаешься тому, что они вообще не знают о том, вообще, кто являлся главным, кто такой Жуков, не знаю, да, была ли оккупирована территория Калмыкии, что такое дорога, значит, Астрахань, Кизляр, вот, чтобы вот этого не было, мы очень много делаем для того, чтобы занимаемся сами непосредственно военно-патриотическим воспитанием. На протяжении более пяти лет мы ведем общественно значимый проект, который называется «Поклон солдатам Великой Победы». Черноземейский район, кстати, не является исключением. Практически восьми семи районах республики на собственные средства мы открыли памятники воинам, советским воинам, которые погибли на территории Калмыкии с увековеченными их имен на основании архивных данных, на основании поисковых данных. Вот, в этом нам помогают наши соратники поисковики. И я так думаю, что вот такого рода работа она нужна, она ценна. Для чего для того, чтобы мы вырастили поколение ни макуртов, ни тех, ни Иванов, не помнящих, так сказать, родства, да, и своих корней. Значит, и это важно для будущего республики. Когда человек лишен памяти, когда он не знает своего исторического прошлого, то у него не будет ни настоящего, ни будущего. Но вот на этой ноте я завершаю свое, так сказать, обращение к вам свой отчет и передаю слово моим коллегам. Смысл жизни в управлении самой жизнью. Чем больше сфер своей жизни контролирует человек, тем он счастливее. Современный человек не любит брать на себя ответственность, поэтому мы несчастны. Мы разучились выбирать, но научились быть равнодушными. Давайте возьмем себя в руту. Постепенно, шаг за шагом, научимся управлять своей жизнью. Первый шаг это выборы в Госдуму. Не важно, кто выиграет сейчас, нужно научиться делать выбор. А чтобы выборы прошли честно, нужно помочь учителям школ, воспитателям детских садов, работникам культуры, которые являются членами избирательных комиссий. Помочь сохранить совесть, честь, доброе имя, без которых нельзя обучать детей. Записывайтесь с наблюдателями на выборы, подписывайтесь на наши аккаунты и группы.